Чё-то бумаги мало осталось, ребят, надо заказать нам бумаги. Алло, нам бы бумаги А4, 3-4 пачки. Сколько? Что-нибудь импортозамещение есть? Ребят, берестяные грамоты брать будем? Бумага по-прежнему дорожает, а с вами Короткие Новости, и я их ведущий Алексей Коротких. Добрый день, поехали. Конечно, главная новость – это признание Новокузнецка столицей Кузбасса. Правда, сговоркой, только южной столицей. Сбылась надежда многих горожан, пишет редакция «Ваш город». Парламентарии региона в окончательном чтении приняли закон о создании и развитии агломерации в Кузбассе. Какие плюшки для развития региона сулит нам это, мы узнаем в будущем. А пока спросим, что думают об этом новоиспеченные жители столицы. Новокузнецка официально южная столица Кузбасса. Как вам такое? Как это повлияет на нашу жизнь? Ну, это классно, что мы теперь живем в столице и будет что-то новое добавляться. Как вы относитесь к агломерациям Кузбасса? Ну, хорошо, потому что Новокузнецкий прекрасный город, он мне больше нравится, чем Кемерово, например. Я не знаю, я не отсюда, с Кемерово. А, ну, Кемерово – это вот серная столица Кузбасса. А Новокузнецкая – южная. Тогда какая западная и восточная, как считаете? Я не знаю. Замечательно. Еще бы что-то было от столицы. Столица? Новокузнецкий? Да. Отлично вообще живется. Ну, вы знали, да, что Новокузнецкий теперь это официально южная столица Кузбасса? Никак не знал. Потрясающе. Ну, я счастлив. Возможно, инфраструктура улучшится. Так, а вы уже чувствуете переожидание в столице? Честно, нет пока что. Ну, надеемся, что будет лучше. Очень хорошо. А вы уже чувствуете себя жителем в столице? Спокойно, нет. Замечательно мы себя ощущаем. Мы оптимисты, верим в лучшее. Правильно все сделали. Давно пора. Школьные проверочные работы перенесли на осень. Такое решение принято по всей России. Причина банальна. Риск распространения новой коронавирусной инфекции. Вроде все ясно, но непонятно, какой процент знаний останется у школьников после трех месяцев летних каникул. Лично у меня, как я помню, к первому сентябрю количество знаний школьной программы было как после небольшой лоботомии. О, а сейчас что, экзамены будут? Какие экзамены? Ты что? Ты сейчас что-нибудь про экзамены в курсе, нет? Ты с школьной программой-то помнишь что-нибудь? Чего молчишь? Я не помню, что вчера было. А ты кто? В Кузбассе будут сажать картошку на полях прямо над шахтами. Жители Кузбасса предложили губернатору возродить совхозы и начать выращивать на полях овощи. И он это поддержал. А также назвал идею использовать поля с исчерпанными недрами рациональной и обещал льготы огородникам. Как я понимаю, без картошки мы не останемся. Возможно, даже внедрим уникальный подземный способ сбора урожая. О, картошка? Нормально, картошка. По всей России стартовал прокат любимых сердцу российских фильмов. Например, «Служебный роман» уже есть в афишах многих городов, в том числе и в Новокузнецке. Все, кино не будет. И если вы думаете, что не найдете для себя ничего нового, так как вы уже не раз смотрели эту комедию, вы ошибаетесь. Вы наверняка не смотрели ее на большом экране с попкорном и за 300 рублей. Я лично буду ждать в прокате обещанные индийские, китайские и киргизские шедевры кинематографа. И просто шикарная новость, которую ждали. Появились противозачаточные таблетки для мужчин, которые доказали свою эффективность и обратимость. Новая негормональная таблетка разрушает белок, участвующий в образовании семенной жидкости. И таким образом мы не беременеем. Стоп, вроде мы и так не беременеем. Я беременный. Я будущая мать. В общем, теперь и такое есть. Если кому надо, можете в скором времени начать принимать мужские противозачаточные. Ваша женщина будет спокойна. А вам главное не начать с них поправляться. Это Артем. Артем прекрасный хозяин, хороший человек и профессионал своего дела. У Артема лишь один недостаток. Он очень ветреный и многодетный отец. Но это больше не проблема. Ведь Артем пьет противозачаточные таблетки для мужчин. Не залетаем. Требитесь на здоровье. Уважаемые! Так Ольга Бузова обратилась к создателю Телеграм. Бывшая инстадива сетует на отсутствие фильтров красоты в Телеграм-каналах, где все видят ее так, как в принципе она и выглядит. Но девочки есть девочки. Им всегда хочется себя приукрасить. Напомним, что ее аккаунт с 23 миллионами фолловеров был удален с небезызвестной платформы. А Телеграм до сих пор не набрал и одного миллиона. Ольга Бузова очень трепетно относится к своему внешнему виду. Даже несмотря на макияж, звезда часто прибегает к фотошопу и разным фильтрам. Но вот незадачка. В Телеграме нет функции маска, за которой не такая яркая в жизни звезда могла бы спрятаться. В общем, уважаемый Павел Дуров, пожалуйста, создайте в Телеграм очень нужные многим нашим блогерам, девушкам, фильтры и маски, чтобы они, так сказать, не теряли лицо и подписчиков. И тогда, возможно, будет всем мир, дружба, жвачка. У меня все. Спасибо за внимание. Всем мир, дружба, жвачка. Можешь, правда, сказать, не бременеем? Ну, типа... Не, это типа как... Большой потанцевал. Джимми, Джимми. А ча-а-а ча.